Привет, с вами Евгений Горобченко. В этом видео уроке я хочу рассказать о том, насколько важно укреплять силу воли и как же можно это сделать. Но прежде я хотел затронуть такую важную тему, как борьба разума с телом. Потому что тело управляет лень, а разум управляет сила воли. Для того, чтобы мы предпринимали те действия, которые необходимы для достижения цели, необходимо задействовать силу воли. Сила воли находится в нашей голове, в префронтальной части и она способна управлять нашим телом. Если разум не управляет телом, то это делает лень, поэтому нужно эффективно бороться. Как же можно это сделать? Как можно укрепить силу воли? Во-первых, нужно начинать с малого. То есть, эту мышцу силы воли, ее нужно укреплять мелкими шагами. То есть, нельзя сразу прийти в тренажерный зал и поднять тяжелый снаряд и начать им заниматься. Потому что это чревато. Можно порвать мышцы, можно крепатуру получить на следующий день и так далее. То есть, нужно постепенно, постепенно укреплять мышцу силы воли. Например, если вы решили бегать по утрам, вам не хватает для этого силы воли, чтобы подняться с утра и пойти на стадион или в тренажерный зал. Можно это делать по этапу. Например, первый день вы просто поднялись с утра, раньше обычного, одели спортивный костюм, кроссовки и просто вышли на стадион. Вы походили по этому стадиону, то есть вы будете к нему привыкать первый день. На второй день не просто походили, а вы уже пробежали один кружок. На третий день еще два кружка побежали. И таким образом вы увеличиваете нагрузку, через неделю вы будете уже легко, сможете пробежать семь кружков. Или же другой пример. Когда, например, вы будете практиковать разгрузочную диету для того, чтобы похудеть. Вам не хватает силы воли для того, чтобы правильно питаться. Не обязательно сразу себя ограничивать во всем. Попробуйте, например, один день в неделю проводить такие разгрузочные дни без вредных и жирных продуктов. Или же, например, вам нужно выучить английский язык, но вам тяжело это делать, у вас не хватает силы воли. Попробуйте тоже поэтапно увеличивать нагрузку в плане изучения языка. То есть, эту неделю вы, например, учите по три иностранных слова в день, следующую неделю по пять слов. Я думаю, идея понятна. Следующее. Для того, чтобы укрепить силу воли, очень важно, чтобы у вас было огромное желание. Мощный стимул для движения вперед, для движения в цели. И тогда будет увеличиваться ваша сила воли. Для того, чтобы стимул вас действительно цеплял, для того, чтобы он был поводом для активных действий, вам необходимо осознавать свою цель, понимать, к чему вы стремитесь, что это вам даст, какой с этого прок, какая цель является для вас действительно важной. То есть, вам нужно взять лист бумаги и выписать на него все цели, к которым вы стремитесь, и выбрать самую важную и начинать с нее двигаться в этом направлении. Осознавать, что может произойти плохого, если я не достигну этой цели, и что может быть хорошего, когда я ее достигну. Следующее. Нужно понять, почему ваше тело препятствует достижению цели. Если это просто элементарная лень, то с этим можно работать и с этим нужно работать. Но, возможно, у вас есть какие-то противопоказания, и подсознание стремится вас оградить от вреда, который вы себе нанесете. Например, вам просто нельзя утром бегать по медицинским показаниям. В этом случае нужно проконсультироваться с врачом. Следующее. Как можно укрепить силу воли? В этом вам могут помочь неприятные дела. Они очень хорошо укрепляют вашу силу воли. Достаточно каждый день выполнять одно-два неприятных дела, которые вам делать не хочется, но которые важно выполнять для того, чтобы укрепить силу воли. Можно для этого воспользоваться бытовыми делами. Это, например, готовить. Если вам не нравится готовить, то готовьте для всей семьи. Некоторым приходится готовить. Или же, например, уборка дома. Иногда находятся более важные дела, чем поубирать квартиры, вытереть пыль, помыть полы и так далее. Навести уборку. То есть придумайте для себя такие дела, которые вам делать не хочется. Возможно, это шопинг. Возможно, вам не нравится тратить время ходить в магазинах и покупать продукты питания и так далее. Следующий метод – это полезные привычки. То есть выработаете такие привычки. Например, рано подыматься. Если вам не хочется подыматься рано, то вам нужно сделать на собой усилие и хотя бы на 15 минут раньше подыматься, на 30 минут раньше, для того, чтобы сделать зарядку. Или же побегать на стадионе в лесу. Или же для того, чтобы выучить несколько иностранных слов в день. Это тоже очень хорошая и полезная привычка. Мало того, что она полезная, и во-вторых, вы будете укреплять свою силу воли. То есть найдите такие, придумайте для себя полезные привычки, которые помогут вам укрепить силу воли. Следующий метод – это публичное обещание. То есть вам нужно пообещать людям, которые для вас родные, близкие, либо же друзья, либо же в интернете написать на свои стенки, вконтакте написать, что я, например, буду по утрам, каждое утро буду бегать на стадионе, я буду учить иностранные слова, я перестану употреблять вредную пищу, я перестану курить, пить, проводить время возле компьютера, пустую я имею в виду, и так далее. То есть дать такое публичное обещание, и когда люди будут за вами следить, когда будут спрашивать вас, ну как у тебя получается придерживаться этого обещания, вы будете чувствовать такое обязательство, что вам нужно это выполнить. Это тоже будет укреплять вашу силу воли. И последний метод, которым я хотел с вами поделиться в рамках этого видеоурока, нужно устанавливать ограничения, то есть такие рамки на те дела, которые вам нравится делать. Например, вам нравится бесцельно серфить в интернете, читать какие-то статьи, смотреть видеоролики на ютубе, ограничивайте себя в этом, заводите таймер через 30 минут или 15 минут, час, что через час вы прекращаете этим заниматься и будете выполнять только важные дела. Но лучше такие дела, такие рутинные, однообразные дела, которые никакого влияния на вашу жизнь не оказывают, лучше их выполнять в конце дня. Или же, например, можно установить ограничения на сладкое или на вредные, неприятные продукты, неприятные для вашего здоровья, которые неблагоприятно будут оказывать неблагоприятные действия на воздействие на ваше здоровье. То есть придумайте для себя, какие ограничения вы можете для себя установить, потому что это очень хорошо сможет прокачать вашу силу воли и у вас выработается привычка для достижения желаемых целей. Я желаю вам крепкой силы воли, выполняйте эти упражнения и все у вас обязательно получится. Это видео для вас записал Евгений Горобченко. До встречи в следующих видео уроках. Пока-пока!